Всем привет! С вами снова Маша Странная и это опять рубрика странных штук. Сегодня мы будем создавать куклу Панку. Она же еще называется деревянная обрядовая кукла. Наверняка вы слышали про поморских коней и птичек всяких разных. Я здесь прикреплю где-нибудь картиночки, ну и покажу заодно и куклу Панок. Добро пожаловать в мой склад древесин. Это я все заготовила летом. Все уже высохло давно, можно работать. Вот это мне привезли в подарок. Так с ними еще ничего не сделала. Но вообще можно много чего интересного сделать. Вот с этим особенно. Эпоксидкой, например, залить. В общем, с этим я буду думать. Но нам для нашей куклы Панки нужна будет вот что-то типа такого. Наверное, я ее и возьму. Короче, отложу пока вот эту. Посмотрим, что у меня тут еще есть. Есть вообще вот такая. Отложим. Так, ну вот такой, типа такого полежка надо бы расколоть тогда на две части. А может быть и не надо. Есть еще вот такой вариант. Тут как бы уже лицо выбирать. А это как чубчик можно оставить. В общем, ладно, тоже возьмем. Так. Здесь уже вообще вон профиль какой-то даже виден. А резать мы будем вот из такого полежка. Я его собрала где-то у нас в парке здесь. Она уже высохла сто лет назад. Надеюсь, резаться будет нормально. Ну, на самом деле, здесь какой-то супер-пупер резьбы не будет. Потому что куколка примитивная на самом деле. И состоит из трех частей. Там даже черт лица особо не будет. Но я посмотрю на самом деле, как пойдет. Если будет хорошо резаться, то я все-таки прорежу. Я не буду делать копию какой-то из куколок. Я сейчас быстренько накидаю свой вариант, который я в этой деревяшке вот уже увидела. И мне хочется его выполнить. Вот. Ну и посмотрим. Куколка будет примитивная. Да. И... Но мне очень хочется почему-то вырезать именно панку. Все их наделяют, конечно, всякими магическими свойствами. Но я все-таки верю, что они больше как обереги служат. Ну или, может быть, идолы немножко. Ну, в общем, вообще эти куклы покрыты тайной. Их вообще возникновение, зачем они были сделаны и прочее, прочее, прочее. На самом деле достоверной информации по этому поводу нет. Но мы рискнем и сделаем себе панночку. Я даже не знаю, что это за дерево. Кто-нибудь знает? Что это? Что это? Типа топали, наверное, что-то. Короче, я не знаю, что за дерево. Я в этом не особо разбираюсь. Особенно в таком сухом виде, не виде, а листвы. Ладно. Что я хочу? Вот у меня есть, значит, тельце. Тельце мы оставим. Значит, но купанок нет. Априори их нет. А все потому, что если вдруг они оживут, чтобы не убежать. Вот. Поэтому моей куклы тоже, если она вдруг намылится куда-нибудь свинтить, ножик не будет. Ну, какое-то такое одеяние, наверное. Покаты плечи. Вот. А голова. Здесь у меня не хочу терять очень много. Понятно, что я это все отпилю к чертям. Хочу оставить... Такие... Немножко будет запрокинута голова. И в то же время хочется оставить что-то длинное. Даже не знаю, может быть... Может быть вот так. Что-нибудь. Хочется чего-то необычного. Ну, такие. Не уши это будут. Это такие хреновины. Не знаю. Вот. По личику потом мы разберемся, что там, как. Буду делать, не буду. Это уже по ходу резьбы решим. И еще хочу сделать потом орнаменты какие-нибудь нанести. Ну, такие произвольные. Не буду я особо как бы прицепляться ни к какой из культур. Что-то от себя просто туда... Не знаю. Что-нибудь выжгу. В общем. Но это уже будет потом. Ладно. Приступаем. В общем. Так. Чем я буду резать? кстати вот у меня еще ждет такая вот голова ждет своей очереди у нас на самом деле будет тело будет шарнирная кукла но надо просто мне взяться за это дело так ну как всегда вот такой нож от Сергея Белова это вот прям сто процентов им буду снимать много материала ну конечно же вот этот тоже он же а я вообще в принципе походу всеми его ножами и буду работать защита конечно же без перчатки я не режу потому что ну потому что это я так на палочник пока ставим сейчас нам надо определиться какая она будет не хочу уберу этот сучок или оставить как вам такая куколка нет ладно уберем сучок убираем а здесь мне сейчас прорисуем если это ворот капюшона как бы здесь вот где-нибудь лоб и вот наши вот эти вот рога а-ля уши вот так вот надо отпилить сейчас пойду вот это отпилюм вот это отпилюм надо бы попробовать так чтобы она стояла отпилила сейчас немножко надо зачистить вообще кору снять и посмотреть насколько здесь далеко трещина я смотрю насколько все плохо в общем посмотрим немножко подправлю нож что-то Продолжение следует... 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 Морелку буду использовать на водной основе. Орех получится практически черный, немножко фиолетовым отдаёт. Оставляем на часик на пол сохнуть, потом еще пару слоев. Ну что ж, высохла наша заготовочка, она практически черная. Собственно, нам осталось покрыть маслом. Я использую B3V, масло для столешницы. Бесцветное. Он достаточно быстро сохнет. Буквально на следующий день уже масло впитается. Оно практически незаметно. Оставляем впитываться масло. Покажу результат поближе. Ну что, друзья, вот и получилась моя панка. Такая вот интересная, стильная, модная. Я уже подготовила, выставила фон и сейчас буду ее фотографировать для инстаграма. Такая барышня получилась у меня. Смотрите, насколько сучки имеют значение. Правда, вот из-за сучка она получилась такая грустняшка. С трещинками. Такая вот аутентичная, классная паночка. Не знаю, я довольна. Мне прям очень понравилось их резать. Это никуда не уйдет. Она останется у меня, так как первые созданные мной вещи всегда остаются в моей коллекции творений. И она дополнит их ряд. Ну а вам спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. Может быть, есть какие-то пожелания. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok